Рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Мама заходит, а ты выбил ей все зубы Как тогда ты живешь без мозга Я поворачиваюсь А это хуй Алишер, а стоячий Первый раз я поучил с человеком, которого звали так же, как тебя Я сидел и я просто Я не мог держать слезы, понял? Типа слезы просто лились Два года назад мы записали подкаст с Даней Милохин В тех времен очень многое изменилось Мягко говоря, и вот мы снова встретились и записали Офигенный подкаст Перед тем, как начнем Подпишись на канал, поставь колокольчик Для того, чтобы не пропускать наш еженедельный Подкаст номер один Который выходит здесь по пятницу Еще хочу выразить слова благодарности Всем тем, кто делает эти бесконечные нарезки Из нашего подкаста И выкладывает к себе в ТикТок Инстаграм Рилс, Ютуб Шортс ВК Клипы и так далее, и так далее, и так далее Вы помогаете продвигать наш подкаст И сами на свои аккаунты собираете миллионы просмотров Это win-win Мы только рады А еще Бегом ко мне в Телеграм-канал Вместе с вами мы делаем этот подкаст лучше Я постоянно анонсирую там новых гостей Вы можете задавать им вопросы Накидывать темы Участвовать в наших каких-то прямых эфирах и дискуссиях Короче, у нас охренительная комьюнити И я каждого из вас зову в наш мир Ссылка, конечно же, в описании И последнее На фоне сейчас играет песня, которая вышла буквально Пару дней назад Которая называется Туристи И выпустили мы ее талантливейшей исполнительницей Пегас Эта песня, своей атмосферой, своими словами Обнимает каждого, кому Тяжело или грустно в это время Обязательно нам заценить Как у вас будет время и желание Она есть на всех музыкальных площадках И, конечно же, ссылка в описании Спасибо большое за внимание Приятного вам просмотра Я думал, что, типа, надо тебя звать позже Нет Мы сделали сейчас Мы сейчас сделали слепок 19-летнего Дани Милохина И увидимся здесь через год Очень интересно Ну Или два года Привет Всем привет Иван, как будто, знаешь, как будто мы сидели недавно Прямо, типа, на том подкасте Я был шенными волосами Сейчас мы на этом, давай Начинаем Смотри 2021 год Дани Милохин король тиктока От него не скрыться ни на одном из телеканалов Начинаю от музыкальных, заканчивая развлекательными и федеральными Любое ютуб-шоу Радиостанции Гигантские рекламные контракты И безлимитные деньги 21 год Согласен 23 год Дани Милохин бомж Да иди ты Дани Милохин бомж, который живет у богатых друзей Ну как бомж? Как это произошло, расскажи, пожалуйста Брат, я Я просто, видимо, зря потерял коннект с Россией Знаешь, типа Мне говорил Ярик, типа Брат, ни в коем случае не теряй коннект с Россией Потому что в России Ну, все Потому что ты начал с России, типа А я вот забил фиг Не стал его слушать И бросил первый канал Записал на него диск Зачем? Ну не, прикольный диск, кстати Послушайте Записал диск Ну и пел там всякие песни Ну, всякие песни И поэтому, я думаю, из-за этого люди боятся Дальше работать со мной И поэтому у меня нет денег А звезда я до сих пор, скорее всего, там Надеюсь Вот Ты интересный пример человека, который На которого свалились гигантские бабки И вот внезапно, буквально через год Ну, они закончились Да Ты вообще думал про финансовую грамотность? Брат, да Думал, когда закончились деньги, знаешь Деньги закончились Я думаю, типа Вот, скоро Скоро У меня будут деньги Я уверен, я начну зарабатывать И тогда я точно не буду тратить очень много Как только я заработал вот недавно деньги Я сразу пошел покупать себе вещи Я не потратил все деньги Подожди Ну Мы были в одном магазине Я тоже хуйни себе, конечно, накупил Дарья купил самую дорогую футболку Она стоит 150 тысяч 150 тысяч рублей Да И он так радостно подошел Сказал, мне сделали скидку 30 процентов Я купил ее за 120 Он еще и считает охуенно, да 150 тысяч, 30 процентов, 120 А сколько это? Ну, где-то Отстань! Мне 28 29 лет в этом году И я вообще не умею Финансовую грамотность, на самом деле Я себе пообещал, что этот год у меня будет годом денег Но не в плане зарабатывания А в плане именно грамотности финансовой Потому что тоже очень важный момент Суметь сохранить Вложить Ну да Суметь распорядиться деньгами Потому что я попадал в эту ситуацию В которой ты сейчас Ну, за свою карьеру Типа Раз четыре Когда я переезжал из центра Петербурга Ближе к окраине Когда я У меня был момент, когда я Я не хочу, чтобы это высокопарно сейчас прозвучало Но у меня, правда, не было денег на такси Я такой, блин, автобус И я круто себя чувствовал Потому что для меня это уже на тот момент Для охуевшего Транжиры Это было как, типа, вау, развлечение Нифига себе, да Но через три дня я такой Ааа И каждый раз Я обещал себе не наступать на эти грабли Типа я такой Вот сейчас у меня появятся деньги Опять И я Конечно, конечно Я сохраню Я отложу Что-то отложу Потом появляются деньги Я такой Не, ну, надо, короче, не экономить А просто, ну, зарабатывать больше Да, да, да И каждый раз в этой воронке Ну, то есть Ты вообще Вот смотри Вернутся деньги, да А я Ну, я вообще, на самом деле На интервьюхах Да хуя где И вообще где Когда меня спрашивали про тиктокеров Я всегда тебя хвалю Говорю, что ты никогда не пропадешь Поэтому Подлезал Ну, куя Сука, рындыч, блядь Рындыч, нахуй Любовь Вот И, как бы, конечно Ну, вернутся деньги в твою жизнь Вот когда они вернутся И как-то, ну Сделаешь работу над ошибками? Брат, ну, конечно Смотри В первую очередь Сейчас Мне пришла какая-то сумма Некая сумма Я пошел лечить зубы, брат Заткнись Я пошел лечить зубы, брат Прикинь? То есть я не пошел их тратить сразу на вещи Я сначала полечил Полечил зубы А потом Через час, блядь А Забери, пожалуйста Не-не-не Ты раздраконил А, да Да-да Сука Это гость нашего сли О, кстати, знаешь что? Самый популярный Коммент Под нашим прошлым подкастом Даня, как собака Все понимает Но не может сказать об этом Всем привет На основу подкаста Блин Короче, вернутся деньги Что дальше? Я пошел лечить зубы Полечил зубы Вернулся к вещам Купил себе трусы селин Я думаю Да нет, не купил, брат Мне подарили их Серьезно На 23 с половиной мне подарили Трусы селин Беленькие и черные Да Короче Черные клево На них котифнахов Согласен Их меньше менять нужно Короче Я думаю Я думаю, что Со временем Ко мне это придет Я уже Начинаю мыслить Типа плюс-минус Адекватненько По поводу денег На самом деле Но я думаю Если это будет Согласен Если это будет Опять суммы Такие, какие они были Может даже больше Тогда может быть Да не знаю У меня есть Арут Арут умеет Тратить деньги Он мне подскажет Или что Я думаю Ты уже вложился Во что-то Что принесло тебе Хоть какую-то денежку Нет Никуда я не вложил А, нет Вложил, брат В себя, брат Я делаю красивые зубки Для того, чтобы Мое красивое лицо Зарабатывало деньги Я стараюсь Выглядеть нормально Для того, чтобы Зарабатывать деньги Ебать шлюх Как будто он Эспортница, знаешь Я вкладываю Своё красивое лицо Для того, чтобы Зарабатывать деньги В тело там Не, ну ладно У тебя был майбах В целом Какая у него судьба Да, брат Я его продал Он на тебе сейчас? Вы Валентия одежда? Да, он здесь Он на мне Он со мной Блин, я продал майбах Брат, это очень грустно Это очень грустно Я не хотел этого делать Но мне пришлось Ты продал, потому что Денег не было? Или потому что Ты оборвал связи с Россией? А, всё Попытывалось Как сказать Плюссанулось и то, и то Зная, что у меня нет денег вообще И понимание того, что я Очень долго еще не вернусь в Россию Вот так То есть я не то, чтобы Не вернусь сюда вообще А очень долго, я думаю И поэтому я продал Продал быстро За дешево Не скажу, за сколько Отвалить от меня Скажи Дайди нахуй Ладно, 5 миллионов рублей А ты покупал за сколько? За 8 вообще, на самом деле Не так дорого Ну, в смысле, нормально Разброс Сейчас на 8 миллионов рублей Ну Слушай, а какая у тебя самая Тупая трата денег была? Не скажу, брат Не скажу Ни одна не тупая Вот, ну Все достаточно Ну не было такого, что прям Слил до хрена бабок Прям на дерьмо Окей, я пришел в магазин Никиты Ефремова Не скажу, что дерьмо, брат Это плохо Не дерьмо Кроссовки идеальные, брат Люблю тебя Спасибо, Никит Спасибо, Никит Короче, я пришел в магазин Никиты Ефремов В Москве еще Будучи еще популярным Богатым Все дела И потратил там 750 тысяч На 5 пар Кроссовок, брат 750 тысяч Это я люблю Там еще была Мариана Ро И я вот такой Нет, перед ней Я не должен Показаться лузером Я должен потратить эти деньги И реально Я думал, знаешь Я на кассу подхожу И мне говорят 750 тысяч И такой У меня там 4 миллиона На карте лежит И ты такой Я так отдыхал В Мексике С Настюхой Она подобрала На мотеле Типа в Канкуне В Тулуме И все было Супер дорогое А мы договорились Поехать Вместе Вот семейный отдых У нас был Настюха И в Леониде Да Мама ее Родной брат И я И она выбрала Все самое дорогое А я такой Ну я что Не выебну сейчас Я такой Да мне подходит Да Пью на баре Типа Донхулио В Мексике Мексиканскую Текилу Шот 50 долларов Я такой Это вообще дурацкие Я говорю про Что ты бомж Ты же сейчас живешь У Али Шера Да У Али Пим Шера Звездочка Признан Охуем Пацану Блин Ты получился Блин Вот мне понравилось Как Мне понравилось Как Даня сказал На самом деле Про То что Говорит Я раньше сливал бабки А теперь у меня Столько друзей Которые всегда Конечно Брат Конечно Я специально Не не специально Не специально Ребят Я просто Я специально На что я тратил деньги Я дарил подарки друзьям Я дарил подарки Я дарил настроение Я постоянно везде платил И у меня даже друзья Некоторые жили Знаешь Типа в дремтиме Прям у меня в комнате Или просто в дремтиме В команде Хотя они не были в команде Вот И сейчас я понимаю Что у меня нет денег Но у меня есть друзья Которые С удовольствием меня примут И я составлю им компанию Буду радовать их глаз По утрам Он сейчас несколько дней Живет в другом месте Подходит Сейчас Али Шера Такой Когда домой Да-да-да Он уже скучает По мне Я вижу Он уже грустит На самом деле Он не слышит Нет Я уверен Что он грустит без меня Я приеду скоро Малыш Не переживай Ну слушай Смотри То что ты можешь Жить в другой стране В целом нормально Я понял А у тебя есть какие-то Источники дохода Сейчас вообще В целом Пока мы про деньги говорим На самом деле Да Никита Ефремов Он продал Чуваки Он продал меня Уже на два корпората Да Типа Это прям деньги В Дубае Чуваки Я думаю Со временем Люди Которые были Еще там На этом же корпорате Они поймут Что я делаю Реально праздник Для детей И будут меня Покупать Ребята Покупайте Новых детей Будут рожать Ребята Покупайте Меня на корпораты Пожалуйста Я нравлюсь Вашим детям Я обожаю Детские корпоративы Я такой Разношерстный Разношерстный От свою шерсть И Взрослый корпорат Прикольно Но вот Я был Последний раз Кажется В Екатеринбурге Я был в Минске Я выступаю Я выступаю Они едят Конечно Брат Они богатые Ты становишься старше И этот артист Всем похуй уже И И ты сидишь Бац И все твои люди Которые на тебе росли Выросли И такие А давайте Позовем По угару И вот Как Кто-то рассказывал Из продюсеров Как работает это Вот у тебя пик Ты дохуя зарабатываешь Ты абсолютно везде Потом спад Несколько лет И потом Ты снова кучу зарабатываешь Потому что Вот эти все выросли И теперь хотят тебя на праздник Прикольно Так что Ждем пока вырастут Зовите нас на корпоратив Любой возраст Вместе будет дешевле Кстати Скидочка небольшая будет Ну Кстати А если вы нас в Россию позовете То приеду только я Да Пизда А у тебя есть какая-то Программа на этом корпоративе Или ты просто Прикольно проводишь с ними время Брат Я всегда Я всегда волнуюсь Всегда Каждый раз Каждый раз Перед приходом на дне рождения Я всегда Несколько раз Переспрашиваю Как зовут Этого человека маленького Девочка-мальчик Попрошу показать мне фото Эндики Это хазбула Извините Вырезаем Вот И каждый раз волнуюсь Потому что дети Есть разные Есть те, которые Лезут на тебя сразу И веселые такие добрые Танцуют А есть которые такие Че ты пришел И че Давай У меня есть момент Был момент Короче Я приезжаю на корпорат А я был сюрпризом Для детей И все радуются Радуются Я смотрю на одну девочку И она прям мне в лицо говорит Блин Я думала Будет гонфлата Бро У меня такая штука была Помню Я начал петь трек Мне говорят типа Спой трек Давай Включай трек А его никто не поет Из детей И я весь трек Пел один Знаете Это ужасно Они еще Они еще не танцуют Потому что они не знают Этот трек То есть им не просто Не прикольно Ты чисто презентацию трека Решил Да Я просто его пою Блин Так было сценно Но веселее всего С ними просто танцевать Веселиться Кайфовать Играть в их игры Там же есть эти Кто устраивает шоу Аниматоры 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 Которые все делают А я за ними Как ребенок такой Это круто Сначала Есть какая-то программа Есть поздравления Не важно Компания Или что-то еще песни А потом Если это взрослый корпоратив Я такой А давайте-ка Извините за слово Наебенемся с вами Я иду к вам Они такие Добро пожаловать А из детей Я такой Пойдемте Игра И мне искренне нравится Прямо искренне Есть артисты Которые терпеть не могут Корпораты И говорят Что это прям зашквар Для меня это потрясающе Это так уютно Не клево Когда вообще Но ты приходишь И просто выступаешь И на тебя никто не обращает внимания Потому что все едят Но мне кажется Это твоя проблема Как артиста Если ты не можешь Расшевелить Или как-то Оживить толпу Которая Хавает Сидит и общается То это твои проблемы Корпораты обожаю Зовите пожалуйста Пожалуйста Да А что сейчас происходит У твоих Ну вообще Остальных Dream Team House Ой ребята мои Да Мы жили вместе В LA Мне просто стало скучно Чуваки Я не могу объяснить Знаете Мы жили вместе Очень долго И все одно и то же Как будто бы очень долго И мы на какое-то время Очень расстались с ними Я был в Москве Они уехали в это время И я просто от них отвык Поняли Типа я как будто бы Мне все Мне скучно И поэтому я решил Сменить локацию Уехал Только по этой причине Ты не в Dream Team Ну еще наверное Есть девочка В Dream Team Которая Да Которая Влияет очень сильно На то что я там Не нахожусь И боюсь туда приехать Мне говорили С ней нужно просто Поговорить и все Все будет проще Но я как будто бы Уже не хочу Знаешь Я уже как будто бы Нашел здесь что делать То есть я уже Полюбил Дубай Типа Не конечно я вернусь Конечно я вернусь Я еще не убрал В инстаграме Типа Моя команда Dream Team Вот Но когда я не знаю брат Может я уже даже Ненужным буду Может у тебя есть ощущение Что ты перерос Или ты убежал Не-не-не Никакой не перерос брат На самом деле просто Просто Я понимаю что мне делать Я знаю что делать мне Самому То есть Что с ними делать Я не знаю бро Вот так Вот ну блин Почему Дубай кстати Почему Дубай Потому что здесь много Не сказать что много русских Мне нужны просто люди Которые тоже Хотят Трахнуть мир То есть как говорится Хочешь стать бизнесменом Находись теми Кто Хочешь Кто уже бизнесмен Либо хочет им стать Тогда точно станешь Вот Если ты хочешь стать бизнесменом И находишься людьми Которые там Хотят стать Уборщиками Ты станешь Нихуя по никем Я представил это комьюнити Под Братан Мы В индустрии дворников Разведут Вся листва Извините Я не хотел Как-то обесценить Все профессии важны Все профессии Кроме уборщиков Завали блядь Все профессии важны Все профессии нужны И спасибо вообще Всем Всем нам Людям За то что мы Друг друга Обслуживаем Вообще когда Я в какой-то момент Задумался что Ну мы же тоже Обслуживающий персонал Согласен Да Так что вообще Кайф Здравствуйте Очень важный вопрос Давай Давай Какие новые слова Ты выучил За это Иди нахуй Заебал Не-не-не Давай Я выучил Очень много слов Как видите Моя речь поставлена Не как всегда Почему Во-первых Почему Потому что Брекеты выровняли Мои зубы Челюсть немного Встала на место Не думаю Что это влияет Как-то Я просто Слушай Может быть Речь у тебя Стала более грамотной Но причинно-следственная связь И логика Похрамывает Я короче Брекеты поставил И теперь нахуй Руская Ай Нормально Бля Да ладно На самом деле Не читал книги Все это время И не учил Не учил Как Искусство говорения Это было бы Так круто Книга от Милокина Искусство говорения Мне правда Есть какие-то Новые слова Которые ты выучил Знаю слова Суки Плагорные Это наигрывание Я сам себе Диагностировал СДВГ СДВГ Это синдром Дефицита внимания И гиперактивности Мне 28 лет И вообще На самом деле Есть большая проблема Конкретно В России Странах СНГ То что это Не диагностируется Как Болезнь Психическое Какое-то Расстройство Потому что Мы выглядим Вроде нормально Я как будто бы Не псих Нас просто Обычно Называют Растяпами Рассеянными Ябланами Да Вот это вот все Хотя В западном мире Это уже давно Признанная история То есть Что это такое В двух словах Для тебя И остальных Одиннадцатилетних Ты сука Главные симптомы СДВГ Это Собственно Импульсивность Это Невероятная Гиперактивность И Невозможность Сфокусироваться Вплоть до того Что Ну кто-то говорит Кто-то задает Тебе например вопрос А ты уже Не дослушав Это предложение Уже начинаешь отвечать Потому что Тебе разъебывают Согласен Есть такое Абсолютная проблема Например С планированием Я не могу В долгосрочку Совершенно ничего Если мне нужно От точки А В точку Б Положить Какой-то Маршрут Я хочу идти В точку Б Получается С точки А Ты идешь В точку Б Я иду С горем пополам А там надо же Прописать Какой-то маршрут И я не могу То же самое Касается Вообще всего То есть просто Блядь Разъебывай Вот так И ты Для меня Вообще человек Который Ну прям Амбассадор Этой штуки Амбассадор Да Ну прикольно Не знаю Мне нравится Я не жаловался Никогда на эту штуку Ну ты Обращал Внимание Конечно Брой Даже этот подкаст Мне человек один говорит Дань А помнишь там какой-то подкаст Я такой Точно И написал тебе Вчера ночью Помнишь Это я тогда вспомнил Что он должен быть Сегодня То есть я Ты мне говорил об этом Типа позавчера Я забыл об этом Я уже строил другие планы На утро Там На вечер Все А потом вспоминаешь подкаст И начинаю сразу писать Звонить Подожди Ну вот С СДВ Можно подружиться Но Какие Проблемы у тебя были Из-за Этой штуки По-любому же были Проблемы с отношениями Наверное брат Вот знаешь Я считаю Если проблема То я от нее Скорее всего Получаю какие-то Плохие эмоции Типа я плачу Или что-то еще Ни от чего не получаю Кроме отношений Прикинь Не грущу Ни от чего Кроме отношений Наверное в них Что у меня не получалось У меня не получалось Долго находиться С человеком Я просто потом В какой-то момент Мы находимся долго Год-два И я в какой-то момент Понимаю что Я боюсь что Она меня типа там Бросит И я Делаю как будто бы Это первый Понял То есть Я не знаю Я Я перестраиваюсь так что Начинаю убегать от нее Для того чтобы она бежала За мной Бра То есть Да Думаешь это связано Как-то с СДВГ Нет Я отвлекся На стиральную машину Извините Ребят Карнавал или Ярмарка Карнавал Давно Короче Приручил С СДВГ И в целом Поэтому Прикольно Всегда Получилось Быть Видеоблогером И Шоурандером И музыкантом И так далее И так далее Сейчас Когда я Садился Например Какие-то вещи В долгосрочке Планировать Я написал План Один И такой Бляща И потом Через неделю О Я же план Хотел составить И вот Я не могу Я Читал Смотрел ролики Про то Как это лечится И это лечится Если не Медикаментозно Это лечится Каким-нибудь Не совсем А Спасибо Это лечится Риталином Который запрещен В России Но в западных странах На баллиум В аптеках продается Типа Это штука Для СДВГшников Которая тебе помогает Сфокусироваться Но это Амфетаминовый тип Лекарств Насколько я помню Да Типа Адерол По-моему В Штатах тоже Ой да Я помню Лечился Список покупок Составляет Я тоже Как-то было Я снимался Какой-то рекламен Майкрософт Кажется Блядь И мне дали таблетку Говорит На будешь это Вообще Мы тогда снимали Неделю Короче Олимпийские трэш игры Я убитый И вот такой приехал Потому что каждый день Спали по 2-3 часа И кореш такой О держи блядь Я с Америки Привез лекарства Из-за аптеки Держи Тебе поменьше Потому что ты маленький Я ебаш такой А что это Адерол А что это Это амфетамин Это твой тип лекарств Я такой Блядь И потом снимался В рекламе так Ой-ой-ой Да И Но при этом Мы вчера вот Джоры смотрели Каким образом можно Без Лекарств Это сделать Потому что в России Все лекарства От СДВГ Пустышка ебаная Это планирование Прикинь Советуют Планировать Просто планировать Прописывать план Нахуй тебе себе На день На неделю Там и так далее Это первый пункт Для того чтобы Это ужасно бро Я пробовал Это типа У меня получалось Там недельку бро Я держался недельку Все хорошо А потом я просто забиваю Бро Я не могу До сих пор Вот ничего не планирую Прескачат Да не знаешь Планирую Типа вот если Я сегодня Запланировал на завтра В три там идти на бокс Я пойду Вот такая штука Но прям надолго Что-то там прописывать Это не мое Простите Я Блин я думаю Я хочу с Рутом Наверное на подкасте Об этом побольше поговорить Но я Знаешь как сделал И когда Ну у меня тяжело всегда было С планированием Но стало легче В тот момент Когда я выписал Вообще все Что я хочу Вообще все А потом ты со временем Берешь и раскидываешь Это по датам И то что ты не мог Сделать три года Ты делаешь В четверг нахуй Прикольная штука На самом деле Есть куча приложений Я Тик-тиком пользуюсь Тик-тик Охуенная штука Интересное название Ты запомнишь Селик Эта штука помогает Просто ну от СДВГ Реально Оказывается И взаимоотношения Портятся Потому что ты Блядь Ты загораешься А потом Потухаешь Да И у меня было такое Что я и Нелли Шера За это когда-то обижался Хотя сам не подозревал Что абсолютно нахуй Такой же С тобой тоже Ну Бля Сука Рубрика Ты пидорас Ай Где я Это где я Даня Милокин Сначала типа Крысиные бега Крысиные бега Помнишь Когда такой Ребят Извините Я спать хочу Да Ладно А да Ты спать пошел Да я просто хотел спать А надо было полмиллиона вкинуть Чтобы потом пять выиграть Короче А где мы сейчас В секунду в секунду Найдем чувака Который Приезжай на съемки С тебя полмиллиона Нахуй Потом Что у нас было Трэш Кэш Просто потрясающая история Можно я объясню Со своей стороны Можно я объясню Со своей стороны Смотри Меня позвали Я не буду жаловаться Я не жалуюсь Все нормально Я не жалуюсь Просто я объясняю Смотри Меня позвали Я приехал А там снимался уже Кто-то снимался уже Я думаю Ну посижу подожду Сижу жду Жду Минут двадцать Устал Минут тридцать Посидел Устал Подумал Пойду покататься В самокате Я реально подумал Что пойду Кататься на самокате Я уехал И меня позвали гулять Я сразу поехал гулять И просто забыл Ну просто Так нервнич Я просто помню Так ходил Защищал тебя После крестинских бегов Перед всеми Говорил Да Даня Клевый чувак Нормально Все Больше нас не подведет И он просто пропадает Со съемок И я такой Кто-нибудь Помогите Приезжайте Янчик Спасибо Люблю Блин Ну это Ну Вообще Чувство Понятно Это клево Что ты и свободен Да В этом есть что-то Ну а как же Чувство ответственности Какое-то Потому что Прикинь У тебя реально Ждет целая команда Людей Под тебя Написали Какие-то вещи Я об этом не думаю Бро Понимаешь Если бы я об этом думал Я бы наверное Задумывался Об этой ответственности А я вот даже Не думаю об этом То есть я даже Так далеко не задумываюсь Я думаю Что скорее всего У вас будет план Б Раз у вас Есть план А Не урыл А закопал Я подожди Я подбираю реакцию Подожди У тебя совсем так работает То есть нет никакой Вообще ответственности Ни в чем Никогда Конечно Смотрите Я запланировал Пойти к стоматологу Починить зубы Я понимаю Что если я не пойду Они уже подготовились Они уже проверили Мою карту лечения Они подготовили Ко мне брекеты Мои зубки будут В восторге Когда я туда приду И Я прихожу Я планирую Я реально планирую Я понимаю Что если я не приду Я подведу людей А тут Почему-то Не работает Ну хорошо Даня Ты гей Звучит Больше двух секунд Задумался Все нормально Нет Я не гей Собака чихнул Правду говоришь Элишер Короче Десять лайков Под этим видео Элишер придет На подкаст Просто он сейчас Не согласен Приходите Потому что посмотрел Разоблачение Рындыча И говорит Что я Ты реально смеешься Неискренне И подлизывается Вот Слышали смех Я вашу жизнь Ебал Ты говорил о том Что ты хочешь Чтобы дети С тебя пример брали Ты уже встречал людей Которые говорили Спасибо за детство Или которые Пример Брали с тебя пример Девочка Она делала Из-за меня брекеты Бля прикольно Хочу быть Неответственным хуйлом Нет Девочка реально У нее кривые зубы Я приехал к ней Меня купили к ней Опять же Приехать поговорить Просто в квартиру Реально Чуваки Прикиньте Я приехал к ней в квартиру Просто пообщаться Потусить Поснимать в токе Сколько это стоило? Около трех миллионов рублей Плюс-минус Так ты шлюха Круто Я шлюх Вот И у девочки были Любишь ебу И у девочки были кривые зубы И мне вот мама говорит Дань Пожалуйста повлияй на нее как-то Потому что у нее кривые зубы Она очень боится ставить брекеты Говорит это будет больно И некрасиво Мама заходит А ты выбил ей все зубы Извините Осуждаю Представьте вашему ребенку Нужно поставить брекеты И вы для этого За три миллиона Даня Минус Не покупаете Блядь Это что нахуй Надо быть за родниками Типа приезжает Милокин И такой Блин слушай На самом деле Математика разъеб Попробуй Ну и вот Я смотрю по моему ее истории В инстаграме Я на нее подписан Она поставила себе брекеты То есть Говорит Я из-за тебя поставил себе брекеты Потому что на тебе это выглядит красиво Я говорю Через время У тебя тоже будет красиво Ты готова вообще Что к нам Где-то там Через три-четыре года Будут подходить и говорить Здравствуйте Такой есть брат Здравствуйте Мы с женой выросли На вашем творчестве Ужасно Можете станцевать под Кизару Пожалуйста Для нашего ребенка Когда фит с Кизару Когда фит с Кизару Кизару дебил какой-то Блядь Пожил ребенок с нами Месяцок Да на самом деле Я не понимаю За что его хейтит Алипиш Шер Я его никогда не хейтил Пождец Дебилом челка назвался Сейчас Да Да кстати Согласен Но нет Кто здесь подлизывается Ну странный он чел Он прикинь Он выложил в историю Скрин Где я пишу ему Гофит Но я пишу ему Гофит Просто типа по угару Йоу А реально он это выложил Бро Он не первый раз Переписки сливает Там что-то Ну есть какая-то Травма детская Мне как-то хвастается Что я ему пишу Видимо Прикинь Насколько хуёвый Хвастается тем Что Дмилохин пишет Бля Как ты считаешь Какой самый бесполезный орган у человека есть Бесполезный без которого человек сможет прожить Или который вообще Который нахуй не нужен Это Я даже не знаю брат Почка наверное вторая Вот без неё можно прожить И она Ну нахуй она нужна Раз можно без неё прожить Как тогда ты живёшь без мозга Ах ты сука Брат Учусь Да нет Один нахуй Бля С нами пожил месяц пацан Слушай знаешь чё Реально Ты Вот серьёзно Это без подъёбов Ты реально За последние годы Наворотил кучу бед С чем С собой Или Вообще в принципе То есть у тебя То там То в Казахстане Что-то То ещё где-то Как ты притягиваешь Это к себе Ты задумывался Знаешь Может На меня влияет Акалишар На самом деле Ты чё сука Охуел Это было и бедо Того как ты переехал К нему Нет Это даже То есть Это не влияет никак То есть Рядом мы Или не рядом Я слышу его Я слышу в треках Что он поёт Я вижу что он стал Этим Инагентом И я такой Блин хочу быть инагентом Нет брат Я не прям хочу быть инагентом Но хочется быть Каким-то неким Изгоем Знаете Всё получится Я помогу Брат Знаете Это типа Хочется быть неким Вот изгоем И поэтому Наверное я Привычка с детства Короче я не люблю Когда меня все любят Брат Начинается Вот когда все любят Мне скучно Когда все говорят Какой он хороший Какой он молодец Хочется чтобы Как-то вот все такие Типа Вот чёрт Прикольные эмоции Да согласен Так как будто бы Больше вот хочется двигаться Потом это надоедает У меня так что Мне прикольно от этого Потом это надоедает Я начинаю даже расстраиваться Я такой Да ладно Я же ничего плохого Блядь не сделал И потом опять такой Теперь любить Блядь Подожди Дань То есть ты хочешь сказать Что вот эту всю хуйню Ты специально сделал Гимн России Спел Блядь Ой Гимн Украины Нет на самом деле нет Говорил про украинский язык Это всё типа специально Чтобы быть чертом Нет знаете это не было запланировано Это не было прям вот так Что типа Интуиция Да это просто вот Как-то срабатывало Как блядь Просто ты не думаешь О последствиях вообще Нет когда я Начинается эта ситуация Я понимаю что сейчас Скорее всего Мне нужно будет спеть Эту песню Этот гимн Украины Прям надо Нет просто вот Мы на стриме Сидим на стриме Артур Бабич Украинец Поёт Сидит со мной Вместе мы ведём стрим Что-то утренний стрим Все дела Круто И я такой просто Невзначай Россия Свящая А потом Оп вспоминаю Что он из Украины И такой Брат Не обижайся Давайте поём вместе Гимн Украины И мы вместе Поём гимн Украины То есть При этом я понимаю Что скорее всего Будет какая-то волна Негатива От России Но я не перестаю петь Почему? Потому что Не вижу ничего в этом плохого В контексте Понял? Именно в контексте В этом ничего плохого нет А люди конечно же Вырезают всё И я знал Я знал что люди вырежут Я знал что все будут говорить лишь о том Что я пел гимн Украины И всё Даня никогда не делает зло умышленным Никогда Умышленного не было Это я подтверждаю Конечно Даже Ну вот Если он будет жену твою ебать Да Просто зайдёшь Скажешь Ну Даня слезай Ну дурачок Даня Ну не балуйся Даня Слезай На него невозможно обижаться Только не посади меня в тюрьму пожалуйста Не на Даню невозможно обижаться Я вот единственный момент Когда я правда обиделся Это вот эта вот съёмка Это была последняя капля Даня приехал потом ко мне на день рождения И мы просто обнимались Когда я его не звал Я такой Ты сука Ты пидор Он меня обнял Я такой Да ладно Ты же Это меня даже не звало Да вроде Да Я просто пришёл Типа просто обнялись И всё было хорошо Брат Я такой Какой-то блин Все люди которые выше меня Я не могу им ничего нормально сказать Максимум попросить удалить при мне И то они потом Не делали Просишь блин Просишь по-человечески Удаляй при мне Он не удаляет блин Я же просил А есть люди для кого ты враг? Типа Прям вот Не любят тебя пиздец Враг Я ведь не могу об этом знать Знаешь Типа Я ведь не спрашиваю у человека Привет Я тебе враг? Или там Или И человек который мне враг Он мне не скажет в лицо Что он мне враг Ну если ты с кем-то поссорился Ты с ним просто дальше не общаешься И не в курсе вообще Я просто забываю об этом бро Типа на самом деле Я через время встречаюсь с ним Он скорее всего на меня еще обижен Из-за какой-то там давнейшней ссоры А я забыл Я такой Привет брат Он такой А привет брат И все И то есть начинается С нуля общение У тебя вообще никогда не было врагов? Нет Знаешь мне что объяснил отец приемный Давно-давно Не заводи врагов Почему? Представь От тебя есть якорь Как у корабля Ты обижаешься на человека Вставляешь в него якорь Тем временем вы отдаляетесь Вы отдаляетесь Веревка натягивается А натягивается-натягивается Вы дальше-дальше-дальше-дальше Натягивается-натягивается В какой-то момент Он отпускает якорь Забывает про тебя Он начинает Он начинает заниматься своими делами Отпускает И в тебя якорь хуярит так Что тебе Тебе очень больно Тебе очень больно Тебе Ты разбит Поэтому Не нужно даже этих якорей оставлять У меня нет этих якорей Типа Потрясающая мысль И как будто бы я скала В которую не вставить якорь Знаешь Типа Вот так Но зато хуй можно вставить Хуй вставить куда угодно Корпораты Подешевели Кстати Если что Ты это вставишь Да это хуй Это вот слово Нет Во Кстати Дрим Тим же В Америке В какой-то момент Поставили себя Типа Американский флаг Потом поменяли Этот Ну все на Планету По-моему Типа Worldwide Начали вести сети На Английском языке Получается Хочешь скажу тебе Идею брат Не идею А мысль У меня есть Или в торговец К тебе приставал Ты делал ему особую благодарность Да нет Отвалите Он натурал У него есть жена У него есть ребенок Уже То есть Давно кстати Он только в животе еще Он еще не вылупился Любовь Поздравляю Да это очень Он мне таким трепетом Мне об этом говорил Бро Он типа никогда не переживал И вот сейчас он сидел И у него ба тряслась Понял Когда он мне говорил Что у него жена беременна Типа он так переживал Короче Про Америку Про ребят Про разъебать мир Все дела У меня есть свой план У меня свой план Который в голове У меня выглядит идеально Ребята Действуют по другому плану И я боюсь Объяснить свой план Потому что я считаю Что этот план Как будто бы работает Только на меня знаешь Типа он не работает На какую-то массу людей То есть потому что Может они не поймут Они не будут делать Не будут делать все Что я хочу Ну типа это странно А я могу делать все Что я хочу И поэтому Короче Ты можешь поделиться Или это секретик Нет бро Я как-то стараюсь Знаешь Чтобы они не обесценивали Мои мечты Мои планы Мои там Всякие Прикольчики Я стараюсь их не рассказывать То есть когда ты рассказал Человек такой Что за хуйня И ты такой в голове Реально может хуйня Не только так это работает На самом деле Когда мы делимся Какими-то своими планами У нас вырабатывается Доза дофамина Сертанина Вот этого всего Типа Гормона Счастья и удовольствия И на подсознательном уровне Нам кажется Что мы это уже сделали Ой-ой-ой-ой-ой-ой И чем чаще Мы говорим об этом Ой-ой-ой-ой Тем больше мы забиваем Вообще Хер полный На то Чтобы это сделать Поэтому это потрясающая история Когда ты не тезеришь Не говоришь У меня был клип Идея клипа На как раз песню I kill you Мы сегодня зачитывали с тобой Была просто потрясающая идея Я ее рассказал всем своим знакомым Больше не хочу делать А там просто разъебули-були-були Вспомнил, захотел сделать Не рассказывай, сделай Поэтому делиться своими планами не надо Потому что не только Это все будут обесценивать И тянуть тебя на дно по принципу Краба в ведре, да, кажется, это называется Когда один краб из ведерка Пытается вылезти Остальные цепляются за него И тянут на дно Это вроде такая природа И поэтому этот принцип Людям проще затянуть тебя к себе Чем подняться до тебя Они даже не со зла это будут делать Говорить типа Зачем тебе это все? Ты чего? Ничего не позоришься, блядь Лучше вот это делать Ну как, собственно, нам всем родители Ну да, нам всем говорили родители Блядь, Даня Об этом Мы недавно были у Дани Я у него на компьютере Создал новую папку Папку Блядь, кстати У нас на прошлом подкасте Когда я спрашивал Про фит мечты Ты сказал про меня Про Алишера Мы с Дани Сделали совместный трек Это охуенная история Мне очень нравится Расскажешь? Про маму? Я пришел в баню К ребятам Ребята там сидели Сквозь баб Еще какие-то челы Я не помню Помню тебя сквозь баб Мы сидели в бане Парились Пили воду Соки Вот И Ребята писали трек про маму Я подумал Мы подумали Все вместе резко Почему-то Что было бы круто Если бы я записал туда Небольшой Припев Типа Оу Мама И Что мы сделали Мы записали туда припев Мне нравится Мне нравится эта история То есть К нам едет Даня Мы пишем Детройт для мамы Такие И тут внезапно Вливается С крутыми строчками Да Так что Вот На этом я закончил Спасибо Новости про тебя выходят Каждый день Ты прям Я звезда Все еще Все хорошо Прорвемся Второй панин Рванувший из России С позором Милохин Подставил зад Волосатым Мужикам О Это в интернете написано Это про Пугайзмир Друзья Где Дниру 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 А мне рассказывали Про Дниру Название такое Сайта Что за история Откуда я знаю брат Это же вообще берется Типа с неба У них есть там фотки Видео Там есть фотки Да Покажи мне Как ты подставил зад Волосатым пужакам Ты не знаешь о чем это Нет Это фотка с приятным Ильдаром И его корешем Где ты нагнулся И жопу показал Бля И эти чуваки Написали статью Про то что ты Реально Да То есть Серьезки написали Типа Это не шуточный сайт Это новостной портал Блять Какие дебилы Господи Бьется в конвульсиях Мелохина Подключили к аппарату Что Кислородом дышали Ой да 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 Но это Нет Кислород Кислород Обычный кислород Тут баллон стоит Да Реально Типа очень хорошая тема Лучше всех наркотиков Так как в Дубае Вообще не очень хорошо С воздухом Это просто пустыня И здесь Ну нормальная тема Дышать просто Вот обычному два Мы дышали Даня сделал фотку И сразу И сразу Просто Ужасный типы Даня Милохин Живет в США Среди пауков И питается макаронами Интересно Блять Что У меня есть фотка с пауками Раздуй У меня есть фотка Не Просто такая статья С пауками живу И макароны ем А что хуевого Не понимаю Что плохого Я же Ну макароны Нихуя себе Живу в Америке Живу в Америке Ем макароны Человек-паук Человек-паук Да Муляется макаронами В разные стороны А что там Как у них Они-то объясняют Я дальше не читал Мне просто нравились Забей Я не хотел разрушать Типа мифы Потому что Ну блять Не знаю Мне Я рассказывал Или Шеру Мне квартиру не сдавали Из Удаляй При мне Потому что Статьи из разряда Эльдар Джарахов Подрался на свадьбе Мургенштерна Звучали как Какой-то блять Агрессивный хач На свадьбе у дьявола Ебальник кому-то Раскрашил Блять Я обожаю Вообще заголовки Возьми самую высокую ноту Которую ты можешь Аааааа Как тебе Хадижа Сука Ты просто написал Я не понял Нихуя Что Какая Хадижа Просто В одном интервью Ты говорил Что любишь смотреть Порно в компании Почему Что Почему ты серьезно Об этом говоришь Бро Я даже не помню этого Порно в компании Я всегда Всем всегда говорил Что Во-первых Никто из друзей Никто из моих Кто меня знает Вообще Не видел Как я дрочу То есть Понимаете Насколько я скрыт У тебя блять Нет друзей Походу Брат Видел как я дрочу Когда-нибудь Нет Когда мы познакомились Я тебе рассказывал Что первый раз Я подрочил с человеком Которого звали Так же как тебя В 11 лет Бро Я не могу дрочить С кем-то Типа Как это Как это А Окей Лыжник Лебединое озеро Лебединое озеро Это в этом случае Ну не брат Прости Что блять Серьезный вопрос Нет конечно Газеты всегда Газеты всегда Возбуждают Любопытство И никогда его Не оправдывают Чарльз Лен Как ты это понимаешь Газеты Что делают Газеты Всегда Что-то блять Оправдывают Давай поговорим О структурных И оптических Сосов Кристаллов Сиренида И Сульфида Цинка Знаешь что мне сказали Бля Это не с тобой С тобой С тобой Какие вообще Сладости Ешь Я люблю Бля Я не могу Мы пытались Круто Ладно Получилось круто На прошлом подкасте Ты говорил Что если у тебя Ничего не получится Ты застрелишься Почему ты жив Как успехи В смысле А что у меня не получилось Подожди Подожди Но ты помнишь Этот момент На прошлом подкасте Ты это говорил Это был большой скандал До сих пор так думаю Я по-моему Ярик говорил Что у тебя Соцсети хотели за это Блокнуть У меня контракты отменились Конечно Конечно Соцсети Что-то там Йоу гости Приходите на подкаст Соди Лав Вообще очень понравилось А че он Удалил подкаст Ой Но там другое Ну вот Ты тогда говорил Про вот это Че ты сейчас До сих пор так же Думаю чел У меня получилось Трахнуть Половину шара Одну Меня ждет Вторая Половина шара Пока все получается Видимо бро Видишь Я не застрелился Я не скажу Что все поменялось Ну типа Что я так больше Не хочу Да ладно Нет Я не хочу Застрелиться больше На самом деле Никому не советую Это плохо Живите жизнь Радуйтесь Не не провол Ни разу пока Короче Я Пока все получается Брат Я живу с Моргенштерном Алло Для меня все Все в порядке Денег нет У него есть Ах ты Сука Брат Но я же не пользуюсь Я очень страшно Ай моя любовь Твой дальнейший вообще план В Дубае Как бы быть Дальнейшие планы Как давнейшие Ой дальнейшие Ну как Сделать зубы у меня планы Хорошие Что еще Вот треков прикольных Понаделать Фит с Моргенштерном Я хочу сделать Вот Не знаю Как он на это Хочу попробовать Вагю Не дохуя ли хочешь Да Блин Ты вообще задумывайся Задумайся реально Фит с Моргенштерном Вообще у всех есть Даже у сутенера В смысле даже Ну да Кстати Один из следующих подкастов Вас очень сильно удивит Если выйдет Если нас да Ты снимал с кем-то подкаст уже? Нет Да Да Я не знаю в каком времени Давай так Да Другой вариант Нет На прошлом подкасте Ты сказал Что хочешь научиться любить Это вообще твое Одно из главных желаний Как успей? Брат Не могу сказать Что Я научился Все хорошо Все супер Все круто Я учусь Все еще Моя мечта Поговорим через два года Брат Ну какие-то Шашки Может быть Шашки? Да Шишки Макс Шашки? Ну Что-то делаю Брат Знаешь У меня в голове Что я что-то делаю Не знаю Как это выглядит Как это проявляется? Я не могу это говорить Потому что Если я скажу Вы подумаете Что Нихуя не происходит Что ну Типа У меня были отношения Год Последние? Да Я из них просто Типа ушел Вот И Не скажу Что это Хорошо Ну и плохо Тоже не скажу А ты любишь себя? Как ты думаешь? Себя? Да Себя наверное я люблю больше всех А в чем проявляется любовь к себе? Как раз таки то Что я делаю Все что мне угодно Ну типа Все что для меня Удобно Понял? То есть Если для меня что-то неудобно Неважно насколько я человека люблю Это плохо Звучит наверное Е Но Я наверное сделаю Удобно себе Если это не прям что-то Ну если это не прям что-то такое Жесткое Ну не знаю А как ты проявляешь любовь вообще к другим людям? Ну у тебя есть какие-то Кроме подарков И Ну типа Попыток откупиться Внимание чуваки Я отвечаю в телеграме Я пишу в телеграме Я Просто пишу Я просто звоню Я Я трачу время на человека То есть Наверное вот это Выделяет что Человек мне нужен Человека я люблю Либо человек мне дорог Как-то Как-то вот Вот так А что еще может быть? Что там Говорит я тебя люблю Эту жену Ну внимание вообще Самое главное Внимание, да Потому что знаешь Я Поймал себя на мысли Что Я Откупаюсь от родителей Ну то есть Я не провожу с ними время А время то идет И как бы И Седина уже очень сильно там проявляется Тебя? У родителей Батя седой уже Мама Подкрашивает И как бы Я понимаю Что самое главное Что нужно им Это чтобы я был рядом Чтобы у меня все было хорошо Но мне проще Откупаться Вот Хату На тебе Ремонт На тебе Хотите это? Держите А на все А на то чтобы провести с ними время У меня как будто бы Всегда нет времени Но постоянно есть время на то Чтобы Заниматься любой хуйней Вообще Типа и тусоваться И жизнь прожигать Под тридцатку нахуй И так далее И каждый раз Такой я сижу Думаю Блин В следующий раз Вообще Проведем время Ну Как это все равно Ну я такой Что скинуть денег Держите Обидно немножко Получается Прикольно Ты сказал про то что Ну главное это реально Внимание Главное внимание Особенно когда Речь заходит О наших близких Которым это может быть Вообще не нужно Ну да О чем ты жалеешь? Жалею? Нет брат Жалею Интересно Интересно Давай подумаю Давай подумаю сначала Жалею ли я о чем-то Может быть Я жалею В моменте Понял? Ииии А? Ладно Я Блять Не хочу это слово говорить Я в ситуации По ситуации В ситуации Я жалею об этом Понял? То есть Что-то сделал Пожалел два дня Забыл То есть Сейчас Ни о чем Может быть Раньше Я уезжал из Dream Team Бро Я уезжал со слезами Ты понимаешь Я садился в машину Я понимал Что я сейчас съеду Я ставил там вещи Для того чтобы Сделать образ того Что я вернусь Понял? Я ставил все вещи там Там все мои вещи Кроме ноутбука Я уезжал Я садился в машину И понимал Что когда Когда я вернусь Я сидел Я сидел Я не мог держать слезы Понял? Типа слезы просто лились И вот тогда Я наверное Жалел Может некоторое время А потом нет А потом я понял Что не зря я это сделал Потому что Если бы я вернулся Бро Я бы опять сидел И опять хотел бы уехать Опять бы ебал им мозги Что мне скучно Что я не хочу делать это Не хочу делать то Себя бы губил Лучше сделал Для себя Вот так Себя бы губил В плане эмоционального Бро да Я типа сидел И я не понимал Почему я не могу делать то Что я хочу А делаю то Что хотят Другие Все Ну Как будто мы команда Понятно Ё мы вместе Ребята извините Я хочу пить водку С Моргенштерном Нет Ну нет бро Ну Ладно мы пьем водку С Моргенштерном Но Не это я хотел делать Ну и делаю Что тебе сейчас хочется Вот 21 Мы делали слепок Тебя тогда Вот что тебе сейчас Бро я и тогда не говорил Я и тогда не говорил Я хочу разъебать мир Я хочу чтобы меня знали все Я хочу чтобы Дети маленькие Вот эти которые сейчас меня знают Чтобы они не забывали меня Чтобы новые дети Чтобы их дети Дети детей Знали меня тоже бро Чтобы знали все От мала до велика Вот такая вот у меня штука А как я это сделаю Придумаем Пока нет да никаких Нет В голове у меня есть Но они такие Знаешь Как будто бы детские Если я начну о них говорить Это как будто бы детские такие Типа мечты Планы Что-то там Но Для меня это Для меня все в порядке Для меня я иду Я двигаюсь Че после тиктока? Лайк брат В России это лайк Реально Все дети Которые не могут поставить себе Симку другой страны И сидеть в тиктоке Сидят сейчас в лайке Все Все в лайке Все просмотры Наверное Больше сейчас Детей Именно детей Самая активная аудитория Это дети Типа 10-12 лет Мне кажется Это самые такие прям Которые пишут комменты Пересматривают Делают идиты Типа Вот эти все Сидят сейчас В лайке Самые диты А? Самые диты Как? Все Продолжаем Прогорели Вот так Лайк А как музло Двигать в лайке? Музло в лайке? Да Берешь трек Снимаешь под него Лайк И выкладываешь его В лайк Получается Если вот у меня Например трек С Алишером И он там говорит Сука Сосет член Я в лайк Выкушаю Да, бро Там куча всего Там все тоже Десятилетний дядя такой Сука Там Исосамка есть, брат Исосамка поет Так она же сейчас Это приличная Брат И ее старые треки До сих пор Малышки Я вижу какие маленькие девочки Лет по 10 Танцуют Не-не-не Вообще про лайки Вот все что я знаю Это про то Что там в комментариях И вообще в целом В соцсети сидят педофилы Которые мониторят Вот этих вот Маленьких девочек Блять в волосинах Я такой Йоу Не, я не хочу туда заходить Про тикток То же самое говорили в начале Когда это еще Мьюзикали было И потом тоже говорили Ну пока там только дети Только так и говорят Какой бы ты совет дал себе Самому Из прошлого подкаста? Моему Я себе Прошлому? Да Да никаких, брат Все заебись Иди Иди Двигайся Делай что хочешь Не знаю А что мне Я не могу сказать Что я сделал что-то не так Ничего нет такого О чем я могу жалеть На самом деле Может быть Да Видно же так Что у меня нет денег сейчас Не такая там Уже и популярность Не так обсуждают сильно Но важно ведь то Что я живой И все со мной в порядке Я могу Я двигаюсь Я хожу Я говорю Я танцую Я Люблю Я общаюсь Не думаю что я это скажу Но блять Прислушайтесь к Милохину Я живу с Алишером Все в порядке Я не знаю Никаких советов не дал бы И в целом Ты ощущаешь Что ты Без бабок И популярности Смог бы вообще Комфортно себя ощущать Бро Я себя ощущаю комфортно Не Ну ты все равно А без популярности А вообще Прям типа Чтобы меня вообще не знали Конечно же нет Наверное бро Вот такое произошло За два года Но сейчас все еще Классно Заебись Ты живешь В одном Самых дорогих городах Как бы вообще Кайфуешь Вот прикинь Такой левел даун Знаешь И ты Ну просто живешь Где ты там Ну Жизнь Как раньше Ты будешь счастлив Брат Я раньше был Я и раньше был счастлив Мне ничего не мешало Да Но тебе не с чем было сравнивать Теперь ты тебе есть сравнивать Не важно брат Знаешь У меня была такая штука Когда я в Москве Зарабатывал очень много денег Я их сливал сразу все И оставался без них Я чувствовал себя так подавленный Я понимал что Вот я же могу зарабатывать Вот у меня же вот были только что Там 30 миллионов Почему я сейчас вообще с нулем Вот это у меня как-то вот Я же понял Ну я видел разницу Сейчас бро Я вижу разницу Какая была разница с деньгами Сейчас без денег Я выживу бро Я найду что делать Я придумаю Я Да я снова стану популярным Я не могу так Но как вот не стать Если ты хочешь Если вдруг нет Как это Ну такое просто бывает Такое просто бывает И на моем веку За там типа 11 лет на ютубе Были люди которые так сильно ебались Просто страшно Были самыми популярными людьми Загибай пальцы там Да типа Андрей Нефедов Павел Мику Да бля Их было просто миллиард И конечно всем там казалось Что да Так будет всегда По итогу Этих людей уже просто Они перехотели брат Они просто перехотели Я сомневаюсь Они просто не придумали Скорее всего Каким образом Еще можно зацепить Все Они что ты Ну то есть тот же Андрей Я соглашусь с Данией В этом вопросе Тот же Андрей Они не хотели Тот же Андрей Не понятно о чем вы говорите Но тот же Андрей Нефедов До сих пор Хуярит ролики На все свои 100 тысяч каналов И как бы той популярности Которая у него была 10 лет назад Ты можешь любить процесс А можешь любить результат И это вот две разные вещи Ну хорошо Ты любишь процесс или результат Как это Я люблю И процесс И результат Если у тебя вот Есть всегда процесс Ты постоянно занят Ты занят любимым делом Ты делаешь какие-то крутые вещи Но всем уже похуй Не может быть такого бро Если мне нравится это дело Если я горю этим делом И я с таким лицом Ну как сказать С такой душой С таким вот Я даю свою энергию Чувакам Типа я весь кайфую Я в этом летаю Это почувствуют Это увидят бро Это Я передам это 100% А если вдруг Я Сижу такой вот Я уже не могу Но я делаю Чисто потому Что мне кто-то говорил Раньше Что нужно делать Чтобы быть Нужно работать Чтобы достичь чего-то То есть Если я буду просто сидеть Долбить 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 Не понимаю Для чего я это делаю И зачем Ставим Это вырежем Прикольно Короче Долбить Долбить Я люблю Нет Нужно просто делать С душой Ты про процесс говоришь Но смотри Представь Ты там растешь Ты делаешь вещи Уже намного круче Чем когда-либо делал Но должного внимания нет И ты думаешь Раньше я делал Такую хуйню И за этим Наблюдали вообще все Я мог пукнуть И это обсуждали везде А теперь Я так Кладываюсь И эмоционально И финансово Страшно вкладываюсь Но что-то раньше Там например Было 10 миллионов просмотров 50 миллионов просмотров А еще полмиллиона Ну никакого Нет брат Мне не будет это переживать Я не знаю почему Я не могу тебе объяснить Бро Реально Вот я сейчас создал Ютуб канал У меня там 4 тысячи подписчиков Типа я его там Что-то пиарил Лунстей Что-то там Клип есть один у меня Там на нем 250 тысяч просмотров Идите на первый канал Да Если сравнить С просмотрами там Других клипов Там очень много просмотров И меня не парит Что на него не подписываются Если на него не подписываются Значит что-то я делаю не так Значит может мне не нравится Может я сижу и типа Просто долблю Пытаюсь Короче Бро Я не могу объяснить Почему-то Но Я понимаю Что если я захочу Все Меня не остановит Типа Ну я буду делать Если я хочу и делаю Все Бля Там типа Не важно когда Не важно типа Год Два Три Если я это делаю С душой Все это время Несмотря на то Что у меня нет результата Он будет Чем дольше я буду делать Чем больше он будет Чем больше он будет Вот так Вот так Знаешь не всегда зависит от того Ну не всегда это зависит от того Правильно или неправильно Ты делаешь Просто В чем проблема детской аудитории Потому что она вырастает И не всегда вместе с тобой И не всегда понимает И такие типа Ну Сори Раньше было Как-то по-другому Теперь я тебя не понимаю Ну все Не будет парить Если Ты продолжишь это делать А внимания такого Огромного не будет Ну есть момент Что Я просто по себе говорю Что я Конечно Мне очень нравится Много зарабатывать Мне очень нравится То что Я комфортно живу Бабки это Про комфорт И возможности Но я Для себя решил Хотя Ну несмотря на то Что я очень уверен В том что я делаю Уверен в своих силах Я знаю что Никогда никуда не пропаду Со своими мозгами Что в любой момент Там типа Я за кадр могу уйти И что угодно делать Потому что Надрочил скиллов Я вообще Уверен Но Был у меня этот Внутренний диалог с АБ Когда я Думал Ну если это вообще Нахуй никому не нужно будет Ну я же Это Все еще Буду есть И Мне будет Где жить Поэтому в целом Похуй Ну то есть мне например Не страшно Вернуться обратно Хотя я этого Ну никогда не сделаю Наверное Эта мысль Знаешь Типа Небоязнь Все потерять Да я не знаю Бро Я даже не могу это объяснить Вот как-то вот это работает Знаешь Хочешь делаешь Получается Все вот Только так На самом деле Один из самых охуенных советов Который дал мне Ильич В свое время Делай все так Как будто тебе нечего терять Потому что Когда мы начинаем У нас ничего нет Тебе пофиг на все И тебе насрать А потом Ты уже И взрослеть начинаешь То есть соответственно У тебя меняются Какие-то вещи В голове И что-то еще И в целом Я тоже рассказывал Об этом На Пете любит выпить Кажется Типа Когда у нас В компании Появился Али Шер Мы с Пязок Просто охуевали От того Что появился Какой-то молодой чувак Который говорил Вы что блять У вас Стена в голове Успокойтесь Расслабьтесь Вы все умеете Вы все можете И человек Без какой-то Самоцензуры На тот момент В голове Просто такой Делайте И мы сидим Такие Да Блин Да И вот это На самом деле Ну здоровская хуйня Из-за которой В том числе Мне очень нравится Постоянно знакомиться С какими-то типами У которых глаза горят Потому что Вокруг мало у кого Глаза горят Да Если не брать СДВГшников У которых глаза горят Утром А вечером Да нет Читай уже Как-то Неинтересно Блять Ну короче Я понял все равно Что про процесс Как будто Путь самурая Да Это очень Хайда Ты блять У самурая Есть ссылка Да Да ребят Хотел бы Маленький вопрос От себя Вот Все в интернете Любят Обсуждать Какие-то отношения Пары Любовь И прочее Я хотел бы Тоже вынести На обсуждение Пару Ну за которой Реально интересно И приятно наблюдать Это Арни И Лунаком Что вы думаете О них Лунаком Интересная девица Привет ребятам А что Дальше идем Да Это существующие люди Да Да Ты че Ты че не молодежь Мне кажется Постарел только что Все Ну окей Ладно У меня вопрос Для Дани Даня Миллион долларов Или два миллиона долларов Интересно Подожди Нужно подумать Ну скорее всего Два миллиона долларов Нормально А почему Миллион долларов Это типа Один Одна цифра Один А там Цифра два Типа больше Как мы учили Цифра два Больше чем один Окей Мы придумали Новую фишку Которую спиздили У Юлика Из давних его роликов Давай сыграем В ассоциации Играл когда-нибудь Типа ты называешь Мне человека Я тебе называю Я говорю тебе Любое Какое-то слово А ты говоришь С чем оно у тебя Ассоциируется Ну давай Мы делаем это Потому что хотим Нарезок в ТикТоке Ребята Спасибо всем Кто нарезает это В ТикТоке Ютуб Рилс Инстаграм Шортс ВК клип Япи И даже Лайки Мы все лайкаем И смотрим Ну Алишер за нас Это делает Да погнали Ответственность Не знаю Взросление Будет Смерть Будет Предательство Угар Заебись Это человек у тебя дома живет А то теперь интереснее стало Любовь Юля Аааа Не-не-не Мы это Мы это Нет Нет Ты Ты Здоровье Есть Это не игра в ассоциации Это просто Ну да А здоровье есть Да Здоровье есть У меня я здоровый человек Я занимаюсь Это не ассоциации Ну в целом нормально Отношения Есть Бывало Бывало Прикольно Классно Весело Каприз Любой Ой 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 Переживешь Человеком В Дубай Бля Деньги Веселье Семья Начало Семья Это начало Дом Дом Моргенштерн Ооо Утренний стояк Кстати реально Прикиньте Я сижу Утренний стояк Рассказываю Ассоциация какая Алишер Отлично Я играю Утром в игры Компьютерные Сижу За спиной Моей двери В комнату В мою На самую комнату У Алишера Дома Короче И заходит Алишер Утром Я не знаю кто-то заходит И вот что-то вот Слева у меня Вот так вот вырастает Я поворачиваюсь А это хуй Алишер Ассоциация Ну я был в шортах Он был в трусиках В леопардовых Да Который на неделю уходил Да-да-да И вот этот вот балда По колено Вот это хуй Да ладно Тоже уже Ну бро Да там кстати Хуй такой Ну прям очень хороший В смысле Спасибо брат Ну Оксимирон Там типа реально Если вот Ладно Все-все-все Ну если показать Типа вот так Куда мы идем Обожаю Не было подкастов Полтора года Это вот это Вы заслужили Истории про хуй А можно еще ассоциации Секс Блондинки О У рыжих Есть душа Да В смысле у людей Девушек У людей Девушек О боже Как это ужасно Хорошо Разграничил Ой блять К нам никогда Не придет Никто на подкаст Из-за блять Череды от мира Можно ассоциацию Герман Греф Кто это Это про Сбербанк Да кто-то Ого Это он мне Рассказывал раньше Короче Есть какая-то статья О том что Я Как это сказать Ну ебешься Спасибо С Сбербанком Да Ну как со Сбербанком Конкретно с Германом Грефом Типа с чуваком Главным в Сбербанке Да он главный Сбербанк Ну да Да Откуда все это взялось Я не понимаю Откуда они узнали Ну-ка я работал С Сбербанком Какое-то Ну Мы хотели работать Но из-за платья Отменилось все Из-за этого Половинчатого Кто такой Егор Греф Я не знаю Может я не спрашивал Егор Греф Был-был Егор Греф Это чувак С Блэкстара Реально? Ну блять Егор Греф Егор Шип Егор Крит Вообще Как будто из-за мули Любой Егор Вселенной блять А ты когда-нибудь Целовался с девочкой? Сейчас Да В смысле Вот так? Ну прям У нас из-за губа типа Языком в смысле? Ну прям Ну по-взрослому Может по пьяни Как-то да Было? Да И как? Ну типа Я что-то Я не запомнил даже Вот ты сейчас Решером живешь Ты не перенимаешь Его лайфстайл? Да Перенимаю, брат Я начал ходить Без трусов В шортах Ну Со стоящим хуем Подум Реально? Ну типа Ты еще не перешел На кучу шлюх Не, подождите У нас Во-первых Лайфстайл какой? Мы каждое утро Занимаемся спортом Это либо баскетбол Либо бокс Кушаем здоровую пищу Мы можем позволить себе Немножко выпить Конечно же С утра С утра Но Каждый день Мы не можем позволить себе Грязных падших женщин Это вне нашей компетенции У нас любовь Ну не у нас В смысле с ним Ну в доме царит Происходит А если не Штаты И не Дубай Ну и не Россия То что? Какая? Какой у тебя Следующий вариант Мог бы быть? Не Штаты Не Дубай Не Россия Казахстан Для твоего текущего Образа жизни Казахстан, чуваки Много знакомых? Очень много знакомых И реально Когда я находился там У меня так залетали Тиктоки Знаете? Типа прям Мне так интересно Было с ними знакомиться Плюс мне нравятся Казахи И казашки Майами люблю Короче Олега? Олега Майами, да Любовь Он казашка Короче, наверное Популярный Казахстан Там очень много знакомых И можно стать популярным Весь мир из Казахстана На самом деле Да Есть же кейсы Дофига таких людей Есть же кейсы И недавно чувак Блин, могу ошибаться По-моему С Кыргызстана Кыргызстан Да Да, да С Кыргызстана Просто разъебал весь мир Да То есть Мистер Бис С ним снял Тикток Да, да Прикинь Для меня это типа Это странно звучит Но есть ощущение Не хочу никого обидеть Ни в коем случае Но есть ощущение Что про Кыргызстан Для До этого чувака Как будто бы Люди не знали Вот Где-то там Где-то там На другом шаре На другом стороне земли Он сейчас президент там Да Ты знаешь, о ком мы говорим? Конечно Сигма Фейс Этот чел Очень известный Вообще Я удивлен Почему ты этого сейчас не сделал Для тех же нарезок Да, не сделал Да, не вообще За секунду Я это Ну ты расскажи Где-нибудь историю Где ты альфач Прям Сразу вот Я надеюсь Вы слышали Движение моего лица Блин, опять у человека Нервные дикие начались А что в Казахстане Кто-то из друзей Сейчас прям есть? Есть вот Один Друг мой Юджин Тен Юджин Может видели? Мы виделись Вот Очень крутой чел Его знает Короче, он популярен в ТикТоке Но в России его не так много знают Как за рубежом Он приезжал В Это Кого? Вот что перед Америкой есть? Вот перед Америкой Им еще запретили Канада, Мексика 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 Они ездили в Мексику Чуваки Люди с плакатами стояли У его дверей ждали его Реально Типа прям Огромные фанаты Есть же какая-то Как будто взаимосвязь Это же реально люди С азиатской внешностью Которые разъебывают по миру Я не помню Чтобы такое было С кем-то из Вот Ну Не корейцев Казахи-корейцы Там и так далее Я не помню Чтобы какой-то Русский Или СНГшный Блогер Такой типа Привет Ну да Вот А вот Там есть Тен Юджин С которым Благодаря которому Я выхожу И на мировой Уровень А благодаря мне У него поднимается настроение И он То есть Ну то есть Прикольно Это хуй меня позвал Настроение Ну у него тоже То есть со мной У него тоже залетают Да суки Ребята Вот все В интернете любят обсуждать Пары Отношения Любовь и прочее Вот Хотел узнать ваше мнение Насчет новой пары Недавно образовавшейся Вот Дилара и Бустер Что думаете Да не может быть Они в реальном месте Допустим Вы видели это Или вы как-то Или у вас есть Предположение Это просто догадки Ну вот Просто Если вдруг Это правда У меня просто Есть друг один С которым Вот Там У них были какие-то мутки Вот с Диларой И как будто бы Я не хочу Говорить об этом Потому что Вдруг ему там Будет обидно Да и не будет Я думаю Не будет Ну Короче Да мне похуй Честно Я поюбать Вообще Блядь Это же самая Любимая тема Вообще всех Нахуй Я видел У меня есть Самый нелюбимый Рэп канал Угадай Как он называется Рэп новости Там идут Вот самый нелюбимый Как может называется Ну убивай Бипием Убивай Бипием Столько воды Ебаный Там просто пизда Перед тем Как мы начнем И там 6 минут Нахуй Вступление И там ролик Где ну реально Обсасывают Все Блядь Слухи Про отношения И это Вроде Все в комментах Пишут Что да кому Это нахуй Интересно Это самый популярный Ролик Но все смотрят Ай-яй-яй Почему вообще Это ну Вот не знаю Может у вас Пацаны есть догадки Может люди В комментариях Нам подскажут Бро потому что Любовь правит миром Нет на самом деле Любовь это Самая главная штука Типа между вот Девушкой и парнем Ну типа это Ну и может быть И парнем и парнем И девушкой и девушкой Короче Любовь Это типа Ведь она такая Она большая Она тебя Двигает тобой Может тебя и гасит На самом деле Любовь Не только двигает Но она очень сильная штука И мне кажется Это интересная Как Тема для общения Я бы видел А он ее пекает Да реально Я думаю это интересно Рассмотрят А если бы можно было По щелчку пальца Стать геем Вы бы стали Вот прям По-настоящему Любить Пацанов А вот обратно Смогу так сделать? Обратно Типа вот Ну В нормальной Мне кажется Это называется Бисексуал Блин Ну я точно нет Я обожаю Женщину Вообще Мне кажется Все что я делаю Я делаю Ради женщин Я просто знаю Ради женского Вот все что Пацаны Я все что делаю Я делаю ради женского Внимания Когда вокруг меня Девчонки Я вообще по-другому Даже этот подкаст? Да Девчонки Ставьте лайк Типа Я вообще по-другому Я охуенно себя ощущаю Я вообще Я очень уверенно Себя чувствую Как думаешь Это травма детская? Это так всегда было Я учился с девчонками В основном Типа в технаре Еще что-то Я просто Ну очень А тебе Когда ты еще не был популярным Давали телки? Конечно Много телок давала? Ну достаточно Да Я в Новокузнецке погулял Перед тем как уехал Очень нравилось Типа я комплексовал Что я маленький А потом первый раз поебался Понял как это работает И ты такой Погнали нахуй И все Вообще было супер Мне кажется Им даже прикольно Знаешь В какой-то момент Типа они такие Нихуя Ебать Экзотика Нихуя Типа Нихуя Экзотика Карлик Ну нет Брат Ну типа Да отвали А ты меня Я когда-то Я когда-то Дала в рот Пизду Этому человеку Братанчик кинуло Жарахову Я бы не смог Тоже наверное По щелчку пальцем Стать геем Потому что я Живу С хуем И вот Все что я знаю О нем И как я сижу Выбирай выражение Когда про меня Выбирай выражение Когда про меня Короче Я бы не смог Чтобы в меня Сували Это Вот этот Черт Сувал что-то в меня Я бы не смог Мы два года назад Подкаст с тобой снимали Я лично вижу Изменения в тебе Зрители тоже наверняка увидят По крайней мере Ну И разговаривать И мыслить стал Прикольно То есть Ты реально растешь Мы Обязательно Конечно же С тобой Еще не один подкаст Я полагаю Вот как Вот мы Не виделись на подкасте Два года Вот как ты думаешь Через два года Что у тебя будет Я вот Два года назад Пока мы сели на подкасте Я не мог ответить на этот вопрос Я помню По-моему он был там Или Короче Я не могу Тогда я не мог ответить Что будет через два года Сейчас И сейчас я не могу ответить Что будет через два года Через три А кем бы ты хотел быть Через два года Кем бы я хотел быть Помимо того, что ты там мир хочешь разъебать, всякие такие вещи. Я бы хотел... Извини, что перебиваю. Про внутренние какие-то качества. Может быть, действительно, есть какие-то вещи, которые такие, блядь, ну, плохо. Я понимаю, как вот про СДВГ, наверное, это главная тема, прыгать с одного на другое, когда ты сначала расстраиваешься, а через два дня тебе похуй. Это как раз-таки СДВГшная максимальная тема. Вот. Но все равно, если так подумать, какие бы вещи через два года хотелось бы, чтобы они пофиксились или даже, скорее, ловолапны? Бро, вот знаешь, вот как бы я сейчас не думал, пока ты вот спрашивал этот вопрос, как бы я не думал, как бы на него круто ответить, я не могу найти на него ответ, прикинь, нормальный, адекватный, потому что, наверное, Е, все мои недостатки меня устраивают. Они как будто бы дополняют меня. Я понимаю, что через два года возможно бы, ну, скорее всего, многие недостатки уйдут, может, многие прибавятся недостатки, может, что-то там, какие-то хорошие качества прибавятся. Какие? Я не знаю. И не хочу желать загадывать. Не знаю. Это не то, что я должен, о чем думать, о чем, что я должен загадывать. Все сделается само. Я не знаю. Я не думаю об этом. Вообще никогда, да, у тебя не было мыслей про планирование, про будущее, про всякие такие вещи. Я планирую. Быть популярным на весь мир. Курить план, это не значит планировать. Подожди, ладно, хорошо. Желать и планировать разные вещи. Планирование, это когда ты знаешь... Брат, я планирую, брат. Я знаю. Я знаю. Брат, я не знаю, почему, я не могу, я не хочу сейчас сильно вот это вот все открывать, потому что оно все во мне, внутри, и вот я говорил, что я не хочу рассказывать об этом. И я оставлю при себе. Базар, ну вот просто ты сейчас отвечаешь как персонаж, а я у тебя как у человека спрашиваю, потому что помимо того, что у нас есть карьеры, у нас, дай бог, есть жизнь. Есть жизнь, брат. И в ней все идет, по-моему, по плану. Все идет, все двигается. Я бы, я могу сказать про любовь, не знаю, ничего не менялось, на самом деле, вот два года прошло, ничего не поменялось. Ждем, пока поменяется еще через два года, наверное, или через год. Или мне нужно самому это делать, я не понимаю. Ну, вообще, хорошая мысль, продолжай. То есть мне нужно как-то вот с этим бороться, с чем вот, блин, не бороться, просто бороться, плохое слово. Да тут у человека удивительный уровень принятия себя, этому можно только поучиться, если честно, потому что я часто сижу и просто такой, да какого хуя так? Типа я себя чувствую, я так думаю и так далее. Человек в охуе счастливый сидит. Блядь, вот знаешь, в чем момент? У меня было так же, пока это не накопилось огромной горой хуйни. Не хочу тебя, ну, у тебя может по-другому будет, на самом деле, может у тебя всегда будет так и вообще кайф. Но было так много похуй на все, что потом это все просто свалилось, и я такой, а как, как это, блядь, я, а, что я? Адлиграунд или продажный гандон? Блядь. Ну, это часть, вообще, взросления и жизни, что ты с этим сделаешь? Бля, мне под 30, ну, типа, под 30, через полтора года, 30, я начал такой, о, кажется, я хочу список вещей, которые, список дел, которые я хочу успеть до 30. никогда об этом не задумывался, но тут я такой, вот это, какой-то как будто поинт, я всегда себя говорил о том, что взрослеть, заебись, мне нравится, я не буду подгоняться, когда мне будет 30, я вообще, чем старше становлюсь, тем лучше я становлюсь, я себя люблю, я теперь себе нравлюсь, кайф, ну, такой, бля, 30 в следующем году, ой, да, блядь, я забыл, уже, нахуй, когда тебя по 30, тебя спрашивают, сколько тебе лет, ты такой, 28, я начал реально подгоняться, и такой, это надо успеть до 30, хуй пойми зачем, потому что в целом и после 30, жизнь существует, она потрясающая, очень много есть знакомых, которым 60, и я такой, я хочу как-то, как сделать, он такой, не бей, ты же недавно снимал влоги, эти вот эти вот, когда вот там, что-то гуляли, да, бро, мне было тогда, как тебе лет? 20 лет? 21 год. Тебе сейчас 30, брат, охуеть. 28 с половиной. 28 с половиной, мы как будто про ребенка, говорим, нет 28 с половиной. Да, прикинь, время ебать как летит. Мы недавно отпраздновали десятилетие успешной группы, я такой ебать, вау, вау, какого черта. И очень понравилась мысль Руслана Усачева на интервью Дудя, где он говорит, в детстве же время текло длин, было длинным, а когда ты взрослеешь, ты не замечаешь, как пролетает время, именно поэтому нужно больше впечатлений, а больше впечатлений тебе дают путешествия. А можно я объясню, почему так? Можно я, секундочку, наверное, мое предположение. В детстве, почему время идет дольше? Потому что мы каждый день чего-то ждем. Понял? Мы такие, о, вот, завтра я поеду в парк аттракционов, типа, или там завтра мне подарят какую-то игрушку, или там мы ждем, мы ждем, ждем, тем самым день, который хочется, чтобы он быстрее прошел, он идет очень долго, он идет очень, и так каждый день. Просто мне кажется, со временем мы перестаем ждать чего-то, мы перестаем чего-то так ожидать очень, очень долго, очень так, желательно, не знаю. И поэтому все быстро проходит и проходит и проходит незаметно. Ждите. В том числе, на самом деле. Находите, чего ждать отца? И ждать, блядь, да, от тебя самого не заебали шутки про... Я не про своего, я вообще про, типа, людей, у которых нет. The end. Да нет, вот, это клевая мысль, которую хочется в развитии продолжить. Мы стареем, никогда нам 50, 60, 70, 80, в тот момент, когда перестаем пускать новые впечатления в нашу жизнь. В тот момент, когда мы такие, да я, блядь, там уже все понял, что я там не видел, что я там не знаю. Это не для меня, пацаны, я лучше вот дома посижу. Это ужасно. И вот ты вот заговорил про видеоблог, эта хуйня спасла мне жизнь, чувак, тогда. Потому что я жестко торчал, вообще на всем. И на инсулине так вообще я ветеран. И ну все, казалось, что я сейчас просто загнусь, умру там и так далее. И я продал какую-то рекламу, и Ярик вместо бабок пошел со мной в магазин и купил камеру. На бабки с рекламой. Я такой, кайф. Я прихожу домой и начинаю снимать видеоблог. Первый мой видеоблог начинается что-то с фразы из разряда «А если марке помешать?» Ну, кто-то на фоне об этом говорит, реально. Я там какие-то бонги, блядь, блюрил у людей и так далее. То есть я еще жил этот лайфстайл, но из-за того, что я дал себе установку снимать каждый свой день, я понимал, что у меня нет возможности ну, типа, объебываться, да, постоянно. А потом, когда я видел, что видеоблог растет, я такой, так, для того, чтобы он был интересным, мне нужно интересно жить. И я ходил тут в те места, куда бы я без видеоблога нахуй никогда не пошел. Я бы такой, не, пацаны, я дома посижу, покурю, бля, нахуй. Я такой, я не хочу, но мне надо снять видеоблог. И я приходил в места, в которые я никогда бы не пришел, получал там ебанутейшие эмоции, просто потому, что я вообще не ожидал ничего от этого. И это клево, когда ты не ожидаешь, получаешь эмоции, у тебя нет незавышенных, незавниженных ожиданий. И мне блок в этом плане спас жизнь. И мне кажется, так и будет до конца. Мы с тобой через пару дней прыгаем с парашютом, типа, это моя давняя мечта. И я думаю, что это хуйня, которая так или иначе переворачивает тебя чуть-чуть. Да, согласен, согласен, согласен. Потому что, блядь, вот самое главное, что мы можем делать для того, чтобы всегда оставаться молодыми в душе. Снимать видеоблоги. Снимайте видеоблоги, ребят. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, каким, но, наверное, важно обозначить, что я года полтора, мы с Жорой года полтора не делали подкастов, я немножко, конечно, переживал. И спасибо тебе большое, что стал первым у нас. Хотя, может, ты выйдешь вторым. Ну, не важно, я первый. Я не знаю. Спасибо большое, всегда рад побеседовать. Можно вопрос напоследок? Давай, 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 микроводчик. Дань, вот PSP Slim или ЧВК Вагнер? Это игровые штуки, да? Можно, пожалуйста? Нет. Умоляю. Алишер, ёбаный род. У нас был момент, когда мы были в Амстердаме, мы снимали, блядь, они снимали влог, и у Алишера как будто появилась новая рубрика «Преврати своего кореша, который к тебе приехал, вы на агента, блядь». Если я страдаю, все вокруг вишки будут страдать. Я так живу, по такому принципу. Рад был тебя видеть. Спасибо тебе большое за этот подкастик. Увидимся. Увидимся здесь еще обязательно. Интересно наблюдать за тем, как ты растешь, правда. Скажи фразу, типа, увидимся через два года. И я там такой, или через четыре, да? И мы такие, нахуй, нахуй это геометрический. И мы в Канаве, нахуй. И просто, мы с Милохиным в Канаве. Он такой, бля, Маргин Штерн больше не пускает домой. Лайки заебись, только видео не доходят, бля. За рубль, блядь, приеду, нахуй, на корпоратив, развлекай, блядь, от ваших детей. Бреки ты поставил. Я бреки ты поставил, но только сложно ставить, потому что зубов уже нет, блядь. Милохи. Милохи, ну ничего, блядь. Все, спасибо всем большое. Ребят, давайте как-то закругляемся. Так, давай, я закончу еще. Спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь. Вот это вот все. В телеграм-канале есть какие-то сливы, вырезанные сцены, прикольчики. И вообще, в целом, подписывайтесь на телеграм-канал, для того, чтобы мы вместе с вами делали этот подкаст. Мы заранее будем предупреждать и сообщать вам о будущих гостях и вместе с вами делать большую, блядь, историю. Поэтому телеграмчик в описании.